всем привет сегодня у нас так 17 мая 2020 года прошел ровно год как мы начали подымать стены нашего дома дом с опилка бетона где строим семьей рабочих никаких не нанимаем чисто своими руками сами я жена сын тесть там племянник строим сами дом сейчас покажу что мы построили за год в том году в это же время мы начали заливать вот этот наш дом было правда было вот несколько слоев 1 так вот если слои видно да вот этот слой вот этому слой два года его мы начали заливать экспериментировать раньше он он без щипы это здесь чисто мелкие опилки ведь он даже отличается от других рядов вот ему два года вот этот уже вот этот год вот этому остальным все слои по погоду слышите да то же самое почти что и дерево то же самое почти что и дерево заливается без направляющих в основном дома строить 99 процентов дома из запилка бетона идут с направляющими рейками ну как вы видели в ю тубе полно видео как до строя дома с пилка бетона у меня у меня дом строится из вот таких опалок вот они опаловки они крепятся я поставлю видео на конечную заставку они крепятся между собой шпильками вот они отверстия они крепятся между собой шпильками ширин высота 50 сантиметров вот они от версия от этих всех шпилек вот стена вся в отверстиях кто переживает как будут эти отверстия проходить холод ну дорогие строители есть пеномонтажная просто пшикнул туда один раз на курок нажал и все и туда ничего никогда проходить не будет поэтому все нормально не переживайте опалубка вот она вот она и и сейчас надо собирать сейчас покажу я мы начали уже вчера заливать второй этаж но сегодня сегодня у нас пошел дождик вернее как мы залили и пошел дождь стены я добавляю вот этот газобетон как наполнитель как наполнитель он идет стены каждый ряд каждый ряд вот видно да вот он ряд вот он ряд если видно видно каждый ряд идет армопояс идет арматура в два слоя это ширину арматура вот она стеклопластиковая вот эта арматура идет обязательно сейчас наверх залезем покажу каждый слой армируется опилка бетон я делаю жидкий не не сухой как делают все просто сухой опилка бетон такой никогда не получится он будет я пробовал экспериментировал очень много у меня получалось совсем по-другому поэтому идет только только очень такой как 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 бетон вот вы заливаете такой же жидкий не сухой обычно делает сухой какой-то рассыпчатый я даже не понимаю как как вот эти слоя у них потом будут склеиваться между собой вот этот слой вот вот это да вот он слой если на сухой но просто вы получите здесь будет щель пока и это некоторые даже как я смотрел они его не трамбуют просто насыпали все не трамбов не трамбовать но это тоже я думаю какая-то получится ерунда со временем по любому будет усаживаться и не будет такого плотного вот сюда я могу сейчас закрутить саморез ну саморез конечно восьмидесятка где-то будет держаться как в дереве уже пятидесятка он будет прокручиваться как в газобетоне раз этот пропорции пропорции цемент сейчас покажу вот вот цемент вот такой у нас 400 это наш цемент ангарский вот ангарск цемент ну это 400 и вот они цифры какие-то я спрашивал 400 кто-то говорит пятидесят и пятисотый не обязательно главное чтоб цемент был свежий единственного огромный огромное плавера правило этот свежий момент со старым цементом не стоит заливать дом лучше покупать каждую неделю новую партию цемента не надо закупать его тоннами хранить месяцами он свойство теряется ведро цемента ведро цемента два ведра песка вот они песок желательно чистый без глины два ведра песка обязательно сейчас покажу два ведра вот таких мелких опилок это опилки идут отход от шлифовки плит огнеупорных плит здесь тоже очень много цемента но он уже видите как он пыльный это намочила его он уже идет как бы застывшие потом эту плиту шлифуют от остается вот такой материал я его забираю добавляю раствор два ведра вот такого таких опилок ну можно таких мелких это обыкновенные опилки простые опилки и 4 ведра у меня есть щипа если нету щипы можно заливать чисто с опилок у меня есть щипа я добавляю четыре ведра еще щипы в этом году щипа сосновая сосенка вот она те года в том году об основном осина береза тополь были цемент хранится здесь все вот эта пропорция а еще еще ведро еще ведро известки я добавляю ведро известки вот она мне звездка здесь она гасится закидываю несколько пакетов килограмма 4 над это ведерко добавляю воды вот эта ведерко но ведерко литров 8 все добавляю его заливают бетономешалку я поменял была на 180 литров это у меня бетономешалка на 250 литров до 250 литров вчера вот она первый раз поработала новая новая вещь есть новая вещь так что еще армопояс как я сказал по моему каждая и каждый по каждой слой идет две арматуры обязательно я делаю сейчас наверху это покажу ко стены толщина 50 сантиметров прихожка в 40 сантиметров здесь фундамента мы немного не угадали ну второй этаж мы уже будем строить час 40 сантиметровый сантиметровая ширина будет наших стен внизу вот здесь все в 50 сантиметров гараж уже готовый гараж в этом году я закрыл крышу все вот он гараж крыша закрыта ворота поставить в этом году я закончу поднимать стены второго этажа погода дай бог чтоб давала работать и машину уже вот это моя лошадка вот она и строит это все это весь всю эту стройку опилки все это я привожу сам кроме и песок я привожу сам кроме цемента цемент покупается и обходится очень дешево очень дешево это все сходится ну стены кто не верит в опилка бетон вот он ведь 11 очень умный строитель просил в том году я тоже показывал что стены вот так вот так бьет этой же киркой он горит кувалду себе постучи я ему сказал ты спира по бачке все кувалды постучи кувалды постучи идиот много так что видите все бетон это но стену очень крепкий главное они будут теплые я так думаю так лестница 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 сейчас это у нас прихожка то же самое будет лестница на второй этаж вот я оставил окошко брус брус уже везде разложен брус 100 на 150 листвяк здесь это ванна с туалетом санузел здесь вот она такая небольшая комнатка и еще вот она дверь вот она дверь здесь будет у меня котельная вот этого окна такая небольшая котельная ее потом быстренько к осени пристрою там будет стоять все мозги дома электричество этот котел вода все все живем сибири поэтому отопление будет батарейная котел будет стоять котел уже я тоже приобрел котел бы сайтам и полностью разводка тепло будет подаваться по батареям так полы полы видите какой слой 60 сантиметров засыпаю я песком чистый песок привожу я не оставил вот этого как как в основном это делается оставляется вот этот воздушный карман между полом и землей со временем пол гниет идет сырость это не есть хорошо ставятся вентиляции по бокам чтоб пара ветрился пол ну это не то не то вообще старая технология она мне вообще не нравится я построил попугайшник я уже просто испытал на себе то же самое я засыпал попугайшник такой же такой же высоты фундамент также я засыпал его кирпичом был кирпич и сверху опять и этот песок потом залил опилка бетон сверху и уже сверху этого опилка бетона я залил уже бетон и у меня попугайшники прекрасный теплый пол здесь а будет вот сейчас этот слой песка потом пойдет слой стяжки бетонный на эту стяжку положится пеноплекс утеплитель и на утеплитель уже встанет ламинат упал их и все я планирую сделать так все засыпано засыпаны все комнаты кроме вот это это я засыпал уже осенью когда были морозы стройка закончилась и я решил вот да отсюда я на суда я уже пару машин привез надо будет засыпать осталось немного пойдемте на второй этаж так также будет лестница ну конечно лестница будет намного круче красивее то есть не круче красивее и удобнее у нас в этом году погодка конечно дает прикурить уже в том году все все зеленое было в этом году холодно только-только все зеленеет один день солнца три дня дожди вчера была хорошая погода мы заливали с тестем начали заливать так покажу в основном идут в основном основном идут дома заливают вот с такими направляющими сюда крепится доски и заливается стены здесь я сделал то же самое просто мне не негде соединить опаловку с той стороны потому что здесь идет крыша гаража опилка бетон несовместим с деревом видите это вчера залили он уже он уже отторгается от дерева ведь поэтому вот эти щели они будут пропускать холод тем более они же соединяются вот так это их надо по-любому соединять и вот поэтому будет проходить мост холода надо будет еще утеплять при опалубке вот этого моста холода не будет и видите какой он жидкий был обязательно я делаю жидкий не сухой так ну сейсмо пояс кто-то его называет армопояс армопояс я не знаю может люди не понимают армопояс это вот один слой например вот он да вот один слой вот например вот этот слой и туда кладется арматура в стене это армопояс сейсмо пояс это уже когда заканчивается первый этаж начинается второй этаж или крыша заливается с бетона это уже чистый бетон заливается с бетона сейсмо пояс когда трясет что низ фундамент держит, чтобы стены не развались и вверх держит фундамент чтобы стены не развались, здесь идет больше арматуры мощнее арматура и делается бетон чтобы холод не проходил ставится пеноплекс с наружной стороны все, а армопояс вот видите, арматура сейчас вот так пустится пустится вон здесь тоже так же станет арматура по каждым углам между ними свяжется арматура, стеклопластиковая и будет заливаться стена, там и внутри у нее останется две арматуры вот это армопояс а сейсмопояс это когда заливается бетон, то же самое когда я залью второй этаж закончу второй этаж перед крышей я залью то же самое сейсмопояс во-первых, есть куда встать балки, уже мощные мощное основание на балке ну, на опилка бетон может быть там она не будет так прочно держаться она забивается каждая балка забивается арматурой вот она бурится, сверлится в опилка бетон ну, так крепко держаться балка не будет как, например, в бетоне здесь так же чтобы уже крепился второй этаж ставится арматура везде-везде по кругу вот видите как видите, везде-везде торчит вот арматура чтобы завязать второй этаж так что пока все вот так я строю так строим этот, вот это все кроме балок и гаража крыши было все залито сейсмопояс уже был залит в том году в октябре мы за 3-4 месяца семьей подняли полностью первый этаж полностью в этом году немного на так на п даже не на нога обраску гаража поменьше придется заливать я собираюсь в этом году закончить стройку уже стен закрыть крышу дай бог вот материал все-все заготовлено только строй доска все закупил только теперь надо строить дай бог чтобы теперь погода нам позволила это делать и будем строить так что вот такой у меня получается дом прочность ну вы видели с часами прочность стен не кувалдой кирка но все равно вы слышали по звуку даже любой инструмент топоры пилы проверяется когда ударите по топору возьмите старинный топор и сейчас китайский просто черканите и шалбаном по этому топору и вы поймете качество как звенит звенит вот пилы топоры или пилу согните выпустите а он несколько минут там будет звенеть китайская пила так даже близко не прозвенит поэтому звук если есть звук это уже это уже качество это уже качество данного изделия так что даже бетон хороший бетон когда вы стучите вот звук плохой бетон если он рассыпчатый вы стукните он не будет звук звонки он будет поглощать он будет рассыпаться он не даст звук то же самое вот дерево вот дерево вот дерево видите а постучите просто по опилкам по разрушенному дереву просто вот чистые опилки там же оно никакого звука звука это уже это уже ну прочность качество любой вещь поэтому так что за год вот мы построили так осенью я вам дай бог покажу уже готовый дом конечно строим сами если нанимать бригаду все будет намного быстрее ну пока финансы нам не позволяют чтобы кого-то нанять сами строим и намного качественней очень потому что следишь за каждым этом за каждой недочетом за каждым миллиметром все выставляется по уровню все ну сами понимаете все для себя делается очень качественно когда нанимаешь кого-то там лишь бы быстрее объемы закончить у вас пойти другому а когда делаешь сам там уже делается все досконально а строй я строй я все очень качественно поэтому ладно спасибо за просмотр обязательно покажу стройку как продолжается ну все сейчас пойду в теплицу вон у нас наша теплица огромная пойду сажать огурцы помидоры может если сейчас распогодится позаливаю немного ладно всем спасибо большое за просмотр пока скоро увидимся